Иисус, Иуда, Меркуцио, Королевич Елисей и просто балбес. В его личном репертуаре сходятся противоположности. Для моего сегодняшнего героя нет ничего невозможного. Эфир телеканала Кубань24 продолжает программу арт-интервью. И сегодня у меня в гостях актер Санкт-Петербургского театра рок-опера Вячеслав Нагин. Здравствуйте. В Краснодар вы привезли, можно сказать, новый спектакль «Леди Гамильтон». Расскажите, пожалуйста, в чем ценность этой постановки? Чем она интересна зрителю? Ну, прежде всего, здесь музыкальный материал очень хороший, замечательный. Он очень сложный для исполнения, но он очень хороший с точки зрения своей мелодичности. То есть здесь каждая ария – это хит. То есть это можно слушать с удовольствием всегда. И более того, здесь хорошие исполнители, те, которые способны этот материал соответствующим образом подать. Поэтому музыка, замечательная постановка Владимира Ивановича Подгородинского. В чем сложность? Вы сказали, сложная постановка с точки зрения музыкального, исполнения. Вот в чем именно эта сложность? Ну, давайте себе представим на секундочку, да, что человек, который исполняет арию Нельсона, к примеру, да, должен располагать трехоктавным диапазоном. Это сразу для наших зрителей, скажем, что… Очень серьезная штука, да, там хорошие верхушки такие теноровые, ну, если говорить профессионально, да, это очень такая непростая история. И исполнить ее может не каждый вокалист. Это… Поэтому, с другой стороны, это очень хорошая музыка, которая позволяет реализовать себя как вокалиста, да. То есть вот я выхожу, я знаю, что я пою очень хорошую классную партию. Мне это нравится, естественно. Это нравится и зрителю тоже. Потому что, когда кайфует артист на сцене, да, то и зритель кайфует в зале. Поэтому, ну, Ирочка Долгова, ей низкий поклон от меня лично, как от вокалиста. Расскажите о своем герое. Кто есть Джеймс? Вот что он из себя представляет? Джеймс Грэхам – это жулик. Большой жулик. То есть как бы он всегда ищет, где бы урвать. Он умный, обаятельный, но вор. Да, аферист. Вот поэтому, как бы, он возвращается через много лет к своей знакомой, Мэри. И предлагает ей помочь ему реализовать аферу. Поэтому, ну, деньги для него, в принципе, определяющая вещь, самая главная. Но, с другой стороны, он к ней очень неравнодушен, к Мэри. Он к ней возвращается, когда ему тяжело. Ну, жулик страшный. Ну, с точки зрения драматической, легко ли было вот такого жулика в себе принять и воплотить? Ну, вы знаете, что интересно же работать, каждую новую роль интересно работать. Это же каждый раз новые открытия в себе в том числе. То есть, а вот как, если я вот так вот, а вот если я так вот? Понимаете, это очень интересно. Это такая штука, каждый раз в себе что-нибудь новое открываешь. Конечно, тяжело всегда, потому что, ну, ты есть какой ты есть, сущность твоя не меняется, никуда не девается. А тут вдруг понять другого. Но если ты актер, да, ты должен войти в это и сделать что-то новое, что-то другое. Не то, чем ты являешься, вот как сам. Это интересно, это трудно, но это можно сделать. Ну, как, наверное, и все мы, артисты театров, мы работаем над каждой ролью. Я же и Нельсона играл в этом спектакле тоже, да. И как вот получается вам удалось перестроиться? Ну, вот смотрите, есть материал, который написан, музыка, текст. Ты это берешь и примеряешь на себя. И репетируешь сам с собой, потом с партнером. Но прежде всего сначала сам. Для того, чтобы почувствовать, что это за герой, как он должен выглядеть, как он должен чувствовать себя, как он должен говорить, петь. Ну, присвоить материал. Да, этот материал нужно примерить на себя. И когда ты примерил уже его на себя, конечно, всегда не все сразу получается. Это, как вы знаете, есть скелет, который должен мясом обрасти. Вот это то же самое. То есть нельзя вот взять сразу, оп, я вышел и сыграл роль. Такого не бывает. Чаще всего люди пристраиваются, прирабатываются. Это все обрастает, обрастает, обрастает и становится. Понимаете? И как вот из этого обросшего уже мясом, да, будем говорить, это так называть, перейти в совершенно другое амплуа? Я работал уже и того, и того. Понимаете? Поэтому у меня был подготовительный период соответствующий, да? Я, когда у нас даже читки еще начинаются, да? Ну, читки, вы знаете, что такое читки, да? Да, застольный период. Да, да, да. Застольный период театра, да, спектакли. Ну, так же мы читаем, мы должны переключиться. Вот ты сейчас этот, ты сейчас тот, говорит режиссер, и все. И ты должен переключаться, потому что уже есть некий инструментарий. В этом и есть счастье наше актерское. Мы имеем возможность перевоплощаться. Илья Львович Олейников, светлая ему память. Когда я у него работал, он мне говорил, Славка, я даже не представляю, что ты такой гибкий актер. У нас была как-то расчитка, и не было артистов. Все разошлись, и мне пришлось читать за других. Я переключался вот прям по ходу. Мгновенно, да? Ну, это, видите, это опыт. Я хотела бы приятно сделать каждому из вас. Вот, смотрите, что нашла я. Может быть, вам пригодится. Я в лесу для всех сегодня я как много собрала. Не стесняйтесь, угощайтесь. Мне спасибо не нужны. Вы почаще взбивайтесь. Ведь улыбки так важны. Давайте поговорим о главной героине. Что она из себя представляет? Какая она? Эмма. Да. Эмма – это клубок всех человеческих страстей. Я бы так сказал. Она очень хорошая, ласковая, добрая. Но при этом она попадает в очень тяжелые ситуации, из которых выйти можно только наступив на себя. Наступив на горло своей какой-то истории, да? Но она проходит через все это, все-таки высоко подняв голову, как настоящая женщина. То есть, как бы, проходит через все испытания и приходит к настоящей любви. Вот эта любовь – это ей как награда за те преодоления? Да, в том-то и дело. Она об этом и поет. Она поет в дуэте с Нельсоном, что ты моя награда за потери. То есть, когда у нее убили отца, когда она еще была совсем ребенком. Потом умерла мать, когда она была еще совсем тоже 17 лет, там, 18. То есть, она прошла все круги ада для того, чтобы прийти вот к этой любви с адмиралом Нельсоном. А как вы думаете, чему может научить эта история? Ну, прежде всего, держаться. Держаться, а что бы ни случилось – держаться. Тяжело, больно – держись. Вот, наверное, вот это и есть смысл. И будь добр, будь человеком. Ну, как бы, оставайся человеком. То есть, человек ведь в чем суть его? В доброте, в любви, в доброте. А что еще? Больше-то у нас смысла никакого нет. Поэтому оставайся добрым, любящим. Держись. Больно – держись. Больше-то беды вожить. И не моя вина. Что пришлось бежать за бед? Врать, где вряд ли ждут меня. Пусть вместе с новым днем. Жизнь новая придет. И все тени брошь кого. С рассветом солнце унесет. Есть такая традиция. 7 января вы к нам в Краснодар привозите рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда». Собственно, вот вы перешли, наверное, по темам близким вот к этому спектаклю. Вы там исполнили партию Иуды. Иуды, Иисуса, Каяфы, Анны, Ирода. Мне повезло, мне посчастливилось, да. Мне повезло, что я имел возможность вот это вот все исполнить. И Иуды. Иуда – это очень непростой персонаж, потому что он... Каждый актер должен оправдать своего героя. Дело в том, что он, с одной стороны, очень любит Иисуса. Это его, можно сказать, старший брат, учитель. То есть он его самый близкий ученик и друг, Иуда, для Иисуса. Но именно Иуда должен предать его. Именно Иуда должен послать его на крест. То есть понимаете, какая боль внутри его этого человека находится? Он понимает, с одной стороны, что ему предначертано – сделай, иди, предай его. Но это же мой любимый человек в жизни. То есть были вот эти вот моменты, сомнения, когда... Конечно. Это же даже вот момент, когда... Нам музыкальный есть момент перед тем, как Иуда приходит к Анне и Каяфе с предательством, да. Но перед этим есть музыкальная тема. Когда он встает и чувствует, я должен сделать. Нет, я не могу, мне тяжело. Нет, я должен. То есть вот эта вот борьба, 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 борьба. И он все время возражает Иисусу. Иисус, ты там зря связался с этой Магдалиной и так далее. Он всегда ему возражает. Но он его любит очень. Он готов принять все, Иуда. И этот кошмар, который ему предстоит предать своего учителя, своего друга, он принимает. Почему он потом покончил с собой? В Библии это одно, да, там написана одна история. Здесь у Уэббера и Райса написана другая история. То есть Иуда мучающийся человек. В этом году, вернее в следующем, да, уже году мы сможем вновь увидеть, да, эту постановку. Обещаете приехать? Я постараюсь. У меня не всегда получается в январе приезжать, но я работаю в этом театре очень давно и буду стараться приехать. Все, договорились. Тогда до новых встреч. Хорошо, спасибо. Спасибо огромное. Это была программа «Арт-интервью». Оставайтесь с нами на телеканале «Кубань-24». Арт-интервью «Кубань-24». Арт-интервью «Кубань-24»